Их искали 10 лет. В Чебоксарах обнаружили машину с телами молодых людей, пропавших еще в 2006 году. На автомобиль в реке наткнулся водолаз-любитель во время рыбалки. Сейчас правоохранительные органы возобновили уголовное дело по статье убийства. Детали следствия в репортаже Марии Никифоровой. Заявление о пропаже 25-летнего Ильи Жирнова и 22-летней Киры Черкасовой поступило в МВД 7 декабря 2006 года. В тот день на машине ВАЗ-21099 они отъехали от места работы девушки в северо-западном районе города. Факт пропажи на автомашине людей, значит, он относится у нас, сразу рассматривается в точке зрения криминальной составляющей, значит, криминальной версии исчезновения. Поэтому буквально можно сказать, что с самого начала к их поискам были подключены значительные силы сотрудников МВД. Там были и применялся дельтоплан для облета береговой полосы, сверху смотрели, значит, там катерами, холотами, то есть проверяли рельеф дна. Тогда рассматривались все места, где машина могла бы съехать к воде. Таким образом обследовалась вся береговая часть Чебоксар вплоть до ГЭС. Машину искали на расстоянии 25 метров от суши. Однако тогда это не дало никаких результатов, поэтому уголовное дело приостановили. Но на этой неделе водолаз-любитель решил поймать рыбу на расстоянии 40 метров от берега Волги. Там он и наткнулся на автомобиль. После подъема автомобиля внутри его салона были обнаружены тела двух человек. Предположительно, это тела как раз пропавших без вести молодых людей. Об этом свидетельствует тот факт, что в ходе осмотра автомобиля внутри были обнаружены документы, а именно паспорт и водительское удостоверение на имя пропавшего молодого человека, а также документы на автомобиль и сотовые телефоны. В 2006 году декабрь был теплым, соответственно, льда не было. Не было и этих бетонных ограждений на этом участке. Поэтому спасатели предполагают, что молодой человек разворачивал машину задним ходом, в темноте не заметил крутого бетонного спуска и скатился в воду. Сейчас на месте происшествия работают следователи и поисково-спасательная служба. Сегодня мы достаем фрагменты, остатки от автомобиля и вещи личные, которые были в машине. Потому что, когда поднимали, там, к сожалению, задний багажник был открыт и окна выпали, части тела, к сожалению, выпали. Сейчас расследование по этому уголовному делу возобновили. Назначили судебно-медицинские экспертизы, а также решается вопрос о проведении судебно-автотехнической экспертизы. Следствием рассматриваются все версии произошедшего, в том числе и несчастный случай. Мария Никифорова, Владимир Синдеев, Вести, Чпоксары.